И вот когда температура воздуха уже минусовая ночью, тяжести 2-3 дня, здесь даже снежок у нас выпал, но и подтаял уже, мы начинаем обрезать розы. Как это делать, я вам сейчас покажу. Самое главное, не бойтесь, не пугайтесь, они вам сами подскажут, где их нужно и правильно обрезать. Сейчас я покажу вам. Мы хоть и начали их обрезать, потому что минусовая температура уже ночью, но днём сегодня даже нагрелась до плюс 12. На солнце, поэтому всё равно их уже обрежем, уже пусть начинают зимовать, готовятся. И ещё самый такой очень важный момент, используйте острый предмет, ножик, либо секатор для обрезки, чтобы не повреждать ткани у ствола розы. Итак, смотрите, самое главное, видеть вот эти почечки, где, вот видно, вот они. Это говорит о том, что на следующий год эта почечка будет расти. Сейчас сфокусируется. Вот. Мы берём чуть выше неё, буквально чуть-чуть повыше вот так вот. И наискось отрезаем. Сейчас, не знаю, полчаса нет, хорошо отрезать, потому что у меня одной рукой желательно придерживать, чтобы... Оп. Да. Нужно было немножко этот. Здесь поравнее она должна быть. Но эту рукой нужно придерживать, чтобы удобно получалось. А так получается, над почкой мы делаем надрез. Всё, остальное остаётся. Вот, берём, смотрим следующую. Вот почка. Вот почка. Они с разных сторон будут. Мы возьмём пониже. Вот почка. Где-то вот так и отрежу сейчас. А хорошие розы можно... Ух ты. Надо будет одной рукой не получится. Хорошие розы можно обрезать и занести домой. Они ещё постоят и порадуют вас. Поднимет вам настроение своим цветением и красотой. Вот ещё одна почка. Значит, выше будем резать. Самое главное, не бойтесь. А вот эти вот сухие, прошлогодние, которые с прошлого года осталось, их весной уже посмотрите, которые непригодны. И всё это можно будет почистить и убрать. Так что не переживайте, не пугайтесь. Всё, вы сможете, со всем справитесь. Ну вот и всё. Мы сформировали вот такие вот кустики на следующий год. А там уже обработаем их, витаминчиков добавим, сухие поубираем и будут расти, цвести дальше.